Меня зовут Юлия Черемохова, и сейчас я начну не с инфо-цыганства, конечно, я расскажу о том, кто я. Я работаю руководителем учебного центра в IT-компании Холмонд. До этого я работала HR-ом, бизнес-тренером, это тоже была сфера IT. До этого я работала рекрутером в сфере IT, и как-то вся моя жизнь уже 13 лет связана с IT. Еще раньше я закончила факультет психологии в университете города Самары. Прекрасный университет с отличными педагогами, и я считала, что если я отучилась на психолога, то дальше в жизни меня не ждет никаких психологических проблем. Спойлер, нет, я ошибалась. Но сегодня я хочу говорить с вами не о себе, не рассказывать о том, кто я и чем я занимаюсь, я хочу говорить о своей большой любви. И моя большая любовь — это зависть, как ни странно. Давайте немножко разомнемся, это четвертый доклад, я понимаю, все устали. Поднимите руки те, у кого есть профиль в соцсетях, в любых, честно. Отлично, примерно так я и ожидала. Кто сегодня уже успел поскролить ленту, посмотреть, у кого что происходит? Можно другую руку, чтобы размяться? Супер. А кто сегодня, глядя на ваши соцсети, на то, что происходит у других, успел хоть кому-то, хоть раз позавидовать? Гораздо меньше рук. И я не удивлена. Потому что если мы с вами пойдем в интернет, пойдем в библиотеку, пойдем куда угодно, чтобы посмотреть, что такое зависть, мы найдем следующее определение. Зависть — это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого человека. Звучит так себе, да? Никто не хочет испытывать чувство досады. Мне больше нравится определение спинозы. Это неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие в его же несчастье. Звучит еще хуже, чем первое определение. И теперь нам становится понятно, почему люди так не любят зависть, почему нам так тяжело завидовать другим и так тяжело признаваться самим себе, что зависть есть у каждого. Еще до того, как я стала учиться на факультете психологии, узнавать, что такое эмоции, что я знала про зависть? Моя семья достаточно религиозная, и я знала о том, что зависть — это смертный грех. Звучит еще хуже, чем предыдущее определение. Я знала о том, что первое убийство произошло из зависти, когда брат позавидовал брату. Все это накладывало некий отпечаток на слово «зависть». До того, как я узнала об этом, мои родители неоднократно говорили мне, что завидовать плохо. Не объясняя мне почему, не объясняя мне, что такое вообще эмоции. Они говорили, плохо показывать язык взрослым, плохо рисовать на обоях, плохо завидовать. Не завидуй мальчику, у которого машинка лучше твоей, не завидуй подружке, у которой что-то есть, а у тебя нет. И как-то так, буквально с молоком матери, я впитала, что завидовать — это плохо. Я помню момент, когда в школе, в пятом классе, учитель предложил поехать всем нам на поезде в другой город без родителей. Это было просто фурор. Я неслась домой, я бросила портфель, я забежала к родителям, закричала, «Мам, представляете, я еду в Пензу, как классно!» «Нет, в Пензу я не поехала, у моей семьи не было денег, и тогда я осталась дома, когда большая часть моих одноклассников уехали. Я рыдала два дня, мне было плохо, мне было грустно, больно, и это было, наверное, первое такое серьёзное столкновение с реальностью. Кто-то поехал, я — нет, я не такая, со мной что-то не так. Я помню момент из 11 класса, когда я играла в театре, в школьном театре, и нам предложили интересную пьесу о балах, о дворцах, о красивых платьях. Я попросила себе главную роль, и то, что я услышала в ответ, меня поразило. «Юль, мы давно отдали главную роль другой актрисе, Наташе?» Я недоумевала. Ответ был примерно следующий. Мы отдали ей роль, потому что её образ идеально подходит на роль королевы. У неё густые, золотистые волосы. Внутри меня разгорелся пожар. Я хотела вырвать эти волосы, потому что как так? Почему мы отдаём роли за волосы, не за талант, не за что-то другое, за волосы? Меня разрывала ярость. Ну а дальше, вы уже помните, да, институт психологии, надежда на то, что жизнь будет лёгкой. IT-сфера, и это были лучшие годы, которые я помню. IT — это то место, где люди постоянно развиваются. Я была HR, я помогала сотрудникам достигать их профессиональных целей, я помогала им самоопределяться, я помогала им двигаться вперёд. У меня своего HR не было. Ну, как сервисное подразделение, HR, неположенный HR. И в какой-то момент я обнаружила себя, лежащую на диване. Это было страшно. Я лежала и ничего не хотела. Я никому не завидовала, но я и ничего не хотела. Вокруг меня вот так вот кругами бегал мой сын. Он кричал, что «Мам, я хочу мороженое, я хочу на качели, я не хочу чистить зубы, я хочу туда, я хочу сюда». И тогда я зацепилась за эту мысль, за эту идею. А как бы мне снова захотеть чего-нибудь хотеть? Мне понравилась эта идея, я начала раскручивать свою ситуацию. Мне потребовались книги, мне потребовались тренинги, мне потребовался психолог, мне потребовалось время и упорство, чтобы размотать эту ситуацию и понять, как снова не оказаться на том диване без желаний. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня прошли этот путь, и вы побыли такими немножко детективами. Мы поищем с вами то, что скрыто от глаз, от наших глаз, когда мы смотрим на зависть. Представьте себе ситуацию. Я думаю, вам это будет несложно. Вы приходите на работу, вы встречаетесь с командой, вы встречаетесь с руководителями, и вы долго-долго-долго ждали чего-то нового, какой-то новый продукт, новый проект, новые возможности. Вы ждали, вы говорили об этом, вы просили, вы надеялись. И на этой встрече вам объявляют, что новый проект возглавит ваш коллега. Какая эмоция у вас возникает в этот момент? Можно прям повыкрикивать. Возмущение, да. У меня бы родилась дикая злость. Я ждала, я хотела, я говорила, я просила. Мне не дали. Как так? Но это только вершина айсберга. Это то, что мы видим каждый день. Давайте подумаем и посмотрим, что скрыто. То, с чего начинается зависть, на самом деле, это не злость и не возмущение. Это социальное сравнение. Мы начинаем думать, а мы одного поля ягода или нет? А мы на равных или нет? Я могу дотянуться рукой до того, что может этот человек или нет? И это очень важный факт. Потому что, если мы понимаем, что мы примерно равны, вот это хорошая почва для рождения зависти. Без этого факта зависть просто не родится. Родится что-то другое. Что происходит дальше? Дальше мы, глядя на то, что, собственно, получил тот человек, начинаем оценивать это как превосходящее. То есть у него есть что-то, чего нет у меня, и это круто. У него, а у меня нет. У него что-то есть, а у меня нет. Здесь ли рождается зависть, как вы думаете? Нет. Здесь рождается желание обладать. Это такой момент, когда нам очень-очень-очень хочется. Нам хочется или так же, или лучше, но нам очень хочется. Здесь, может быть, уже родилась зависть? Нет. Здесь мы очень быстро, очень, вот наспех наш мозг сравнивает, что есть у нас, что есть у него, и можем ли мы получить то, что есть у него. И если здесь мы себе говорим, что желаемое недостижимо, а мы, как правило, говорим себе именно так, потому что это не глубокий анализ, это очень быстрые мысли в нашей голове. То есть здесь рождается фрустрация. Фрустрация — это чувство, когда у нас буквально выбивают почву из-под ног. У нас нет ничего. Мы не можем удовлетворить свои потребности. Нам плохо, больно, грустно, одиноко. И это тяжело переносить. В этот момент включается наша психика. Она начинает нас спасать, потому что ей кажется, что мы не вынесем эту боль. Что она делает? Она использует один из базовых, таких примитивных способов защиты. И это обесценивание. Обесценить мы можем разное. И в зависимости от того, что мы будем обесценивать, мы будем видеть разные личины зависти. Это может быть обесценка предмета, когда мы говорим себе, «Нет, мне не нужны деньги, мне не нужны новые проекты, мне не нужна хорошая команда, мне вообще никто и ничего не нужен». Как в басне «Зеленый виноград». Не больно-то и хотелось. И тогда мы не можем заметить зависть ни у себя, ни у другого человека, потому что если ничего не хочется, то и нет зависти. Мы можем обесценить себя. Как ни парадоксально, нам и так сложно, мы находимся в состоянии фрустрации, у нас нет почвы под ногами, у нас нет ничего, на что мы могли бы опереться. И здесь наша психика предлагает нам обесценить самих себя и сказать, «Все просто, не страдай, не переживай, просто ты не такой, как когда я не поехала в Пензу. Мне проще было объяснить себе, что я недостойна этой поездки, и так легче». Странный механизм, но так работает. А еще мы можем увидеть, что зависть при обесценке другого порождает агрессивную составляющую. Ее мы видим чаще всего. Это то, что мы очень ярко замечаем не только в рабочем процессе, но и в жизни. Потому что когда мы злимся, когда мы негодуем, что у кого-то что-то есть, а у нас этого нет. Я хороший человек? Да. Я делал все правильно? Да. А почему есть у него, но нет у меня? Наверное, он какой-то не такой. Наверное, он сделал что-то, что недопустимо. И вот она, обесценка другого. Мы начинаем проявлять агрессию по отношению к другому человеку, потому что для нас он сделал что-то плохое. И вот она, привет, агрессивная зависть. Три, три вида зависти есть на самом деле. Не только последний вариант. И это тоже было для меня когда-то откровение. Обществу не нравятся грустные люди, злые люди, люди, которые не проявляют никаких интересов в жизни, которые апатичны. И обществу было проще сказать, мы запрещаем вам завидовать. Завидовать плохо. Давайте наложим табу. Давайте просто не будем завидовать, потому что так не делают. Ну, а мы рады стараться, мы живем в обществе, мы принимаем эти правила и пытаемся с этим жить. Но что на самом деле пытается запретить общество? Испытывать ли нам эмоции зависти? Сегодня Алена немножко про это рассказывала. Есть активирующее событие, что-то произошло, и это событие запускает у нас автоматические мысли. Мы не успеваем подумать о них, но эти автоматические мысли запускают эмоцию, которая, в свою очередь, рождает реакцию в теле. Представьте себе, если наша эмоция запускает в нас достаточно активный процесс. Например, у нас начинает приливать кровь к мышцам, нам хочется драться, нам хочется бежать, нам хочется как-то это выплеснуть, и тогда появляется порыв к действию. И только потом, только после этого появляется само поведение, само действие. Так вот, когда общество накладывает табу, оно как бы говорит нам, нам не нравится ваше поведение. Но чтобы это все не объяснять, они просто говорят, завидовать плохо, не будем завидовать. Зависть, как одна из эмоций, дана нам для чего-то. Разобраться в том, для чего она нам дана, очень важно, потому что тогда мы чуть-чуть приближаемся к пониманию и к дружеским отношениям с нашей завистью. Мы начинаем чувствовать, что она от нас хочет. Зависть может примерно показать нам наше положение в иерархии группы. Вот мы где-то работаем, вот мы в каком-то коллективе. Как нам понять, насколько мы далеко от лидера? Можно это посмотреть просто по какой-то стандартной иерархии, а можно посмотреть, а кому я завидую из этих людей? Что есть у них, чего нет у меня? Кому у меня появляется вот это состояние не очень такое приятное? И тогда мы понимаем, до кого нам вот рукой дотянуться, а до кого нам очень далеко, кому мы не завидуем совсем. И тогда мы примерно можем понять, где я. Это такой интересный момент. Зависть дает нам импульс к действию. Так как эта эмоция составная, так как в ней много всего, в ней есть и желание, и страсть к объекту, и где-то злость появляется, у нас рождается энергия на то, чтобы действовать. И это в том числе стимулирует нас к развитию. Когда мы понимаем, что у кого-то что-то есть, а у нас нет, это заставляет нас на начальном этапе почувствовать импульс и идти туда вперед, развиваться, двигаться, занимать то место, которое находится выше по иерархии. Также зависть может помочь нам не только учиться на ошибках других, но и на успехах других. Для этого нам придется кое-что с собой проделать. Нам придется отказаться от стандартного поведения в конечной точке зависти, когда мы либо обесцениваем другого, либо себя, а побыть немножко наблюдателем, посмотреть, а как он пришел к этому успеху, чего я не заметил. Да, я вижу парадный фасад, у него есть что-то классное. А вот где эти шаги, которые он прошел? И мы начинаем исследовать. Поэтому зависть помогает нам докопаться до истины. Ну и, конечно же, наша зависть подсвечивает нам наши ценности, то, о чем мы не задумываемся в обычной жизни, то, на что мы, может быть, сами боимся посмотреть, потому что нам кажется, что это может обществом быть расценено как социально неодобряемое, как что-то неприятное, как что-то неинтересное. Но раз у нас там где-то свербит, и мы этому завидуем, значит, где-то в этой области наши ценности есть смысл там покопаться. Мы знаем теперь с вами о зависти практически все. Мы понимаем тот путь, который проходит наше тело, наша психика для того, чтобы родить в нас одну из личин зависти. И мы переходим с вами к самому интересному. Такой блиц о зависти. Три ошибки, которые мы совершаем практически ежедневно в работе с нашей завистью. Это три шага к тому, чтобы подружиться с нашей завистью и три стратегии поведения. А как, собственно, можно извлечь из зависти энергию, и где она там, собственно, скрыта. Поехали. Три ошибки. Где мы теряем энергию? Ошибка номер один. Это попытка контролировать саму эмоцию, а не поведение. Еще раз вернемся. Завидовать плохо. Звучит так, будто бы нельзя испытывать эмоцию зависти. Что мы делаем в этот момент? Представьте себе, что вы плывете в бассейне, рядом с вами плывет мяч надутый, на нем написано «Ваша зависть». Вы его видите и пытаетесь спрятать. Не дай бог кто-то увидит. Не надо, чтобы это видели. Вы начинаете пихать этот мяч под воду. Вам тяжело, вам трудно. Вы ногами, руками его удерживаете. Вы сами плыть не можете. И вдруг, в какой-то момент у вас либо заканчиваются силы, либо кто-то вас отвлекает, и этот мяч вырывается наружу. Все видят мяч, все видят брызги, брызги летят на других, и вам стыдно за то, что так произошло. Но это происходит именно потому, что мы пытаемся контролировать неконтролируемое. Мы не можем влиять на рождение зависти. Если она родилась, она родилась. Мы можем контролировать поведение. Мы можем отловить свой порыв к действию и решить, а какое поведение я сейчас буду демонстрировать. То, которое рождается в моем теле или то, которое ведет меня к моим целям в долгосрочной перспективе. Увеличить вот этот зазор между порывом к действию и самим действием очень важно. И здесь нам главное не контролировать рождение эмоций. Если она родилась, примите этот факт и идите дальше. Ошибка номер два. Обращать внимание на вторичные эмоции. Что у нас за вторичные эмоции? Мы с вами поговорили. В конце мы можем видеть либо агрессию на другого, либо какие-то самоуничижительные моменты, когда нам плохо, мы в апатии, мы в депрессии, нам грустно, мы страдаем. И мы пытаемся с этим что-то сделать. Но проблема не в том, что рождается потом. Нам нужно искать корень. И если это зависть, то нужно работать с нашими желаниями, с нашими ценностями, а не с тем, что мы хотим выдрать волосы у Наташки или лежать на диване и ничего не делать. Если мы будем обращать внимание на корень, нам будет легче предупредить появление аналогичных вторичных эмоций в следующий раз. Ну и ошибка номер три. Это когда мы упускаем тот самый старт эмоции, когда мы не обращаем внимания на социальное сравнение. Ведь это же тоже один из шаблонов поведения в обществе. Нам все говорят, не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с самим собой вчера. Да, кто слышал такое? Все. Но если мы не сравниваем себя с другими, как нам понять, где мы находимся? Как нам оценить себя? Механизм сравнения себя с другими заложен в нас давным-давно. Наши предки сравнивали себя с другими, чтобы понять, как далеко они от лидера. Где те самые блага, которые помогут мне жить лучшую жизнь? Поэтому упускать этот момент, не сравнивать себя с другими, а потом кусать себе локти, почему я сравнивал себя только с собой. С собой себя тоже нужно сравнивать. Но это не исключает сравнение с другими. Если мы не замечаем, что происходит с остальными, мы теряем время, и потом нам придется это все догонять. Какие есть три главных совета, фактора по развитию вашей дружбы с завистью, ваших здоровых отношений с завистью? Первое — это разрешить себе испытывать эмоции. Эмоции зависти в том числе. Принять этот факт не всегда просто. Вспоминаем определение зависти. Но если она в нас родилась, мы с этим сделать ничего не можем. Нам остается только принять тот факт, что она есть, и разрешить себе ее прожить. Второе — нужно обращать внимание на свои желания. как только мы перестаем чувствовать контакт со своими желаниями, вот здесь начинает появляться почва для зависти. Потому что нам кажется, что это социально неодобряемо. Ну, не знаю, например, хотите вы много денег, да? Но вы не признаете себя в этом, потому что вам сказали, деньги не главное, главная карьера, главные отношения, главное то, главное все. И вы себе говорите, так, все, нет, этого я не хочу, я хочу чего-то другого. Вы потеряли контакт со своими желаниями, и, значит, зависть придет к вам снова. Она будет, знаете, такая эмоция, на мой взгляд, самая упертая, она будет до конца вам показывать то, куда вы не хотите смотреть. И поэтому иметь контакт со своими желаниями, понимать и чувствовать, что вам на самом деле интересно, очень важно. Ну, и, наконец, третий совет — это помните момент, когда мы вдруг автоматом решаем, что нам это недопустимо, невозможно, не получится, не сейчас, потому что мы сами себя загоняем в рамки такой дихотомии. Я или могу получить желаемое, или не могу. А на самом деле нужно задать себе вопрос, как именно я могу это получить? И здесь уже провести такую нормальную логическую работу. В какие сроки я могу это получить? От чего мне придется отказаться, чтобы это получить? Что мне придется узнать нового, чтобы это получить? Но это дает возможность увидеть путь. А как, собственно, я могу это получить? Меняем вопрос «могу, не могу?» на «как?» И здесь появляется достаточно здоровая почва для отношений с завистью. Ну, и, наконец, три стратегии. Если вы замечаете у себя, что вы чаще всего обесцениваете другого человека, вы проявляете такую пассивную или активную агрессию по отношению к другим, когда не понимаете, как так случилось, что у него есть, а у меня нет, это повод побыть наблюдателем, побыть исследователем, поискать, по-честному поискать, а что такого есть у этого человека, чего нет у меня, какие качества у него есть, как он их проявляет, что он умеет делать, чему он учился, какой у него опыт. Когда мы сидим на общем собрании и кто-то постоянно дает свои комментарии, нам кажется, блин, что за выскочка, замолчи, нас раздражает. Но это как раз тот повод, в который мы можем вклинить вот этот исследовательский ум и сказать, так, а почему он так делает? Что ему это дает? Вот это. А как он этому научился? Ага, вот так. Нам не обязательно даже с самим человеком контактировать и спрашивать, если вы можете, это круто. Но мы можем просто понаблюдать и подумать, а как? Как он это делает? Если же вы замечаете у себя, что в момент зарождения зависти вы обесцениваете себя, вы говорите, это я не достоин, это просто я, такой неудачник, это у меня не получается, и все дело во мне. Что нужно делать? Сегодня Алена рассказывала о том, как работать с внутренним критиком, и я здесь ее усилию и подержу. Вам нужно искать факты, вам нужно включать критическое мышление. А так ли это, что мне не везет, например? А что я сделал для того, чтобы это получить? А что есть у меня, чтобы сделать так в следующий раз? Вы ищите конкретные факты. Не ваша оценка этих фактов, а конкретные факты. Что с вами происходит? И тогда вам будет легче. Если же вы замечаете у себя зависть безжизненную, ту зависть, с которой столкнулась я, лежа на диване, когда вы не чувствуете своих желаний, вы не чувствуете того, чего вам, собственно, хочется от жизни, а у меня это произошло так. Я работая в сервисном подразделении в IT, видела лучшую жизнь, рост зарплат, карьерные возможности, и я каждый раз говорила себе, это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо. И в итоге оказалось, что мне ничего не надо, потому что все это есть у других. А завидовать плохо. Если вы обесцениваете предмет, старайтесь экспериментировать. Ищите в жизни то, что вам нравится, то, что вам интересно. И пусть это даже вам сейчас кажется глупым, нелепым, неодобряемым про инфо-цыганство. Я всегда считала, что большая часть онлайн-образования у блогеров это такое себе. И в этот момент я себе задала вопрос, Юля, с чего ты это взяла? А пошли сходим, посмотрим. Я пошла, посмотрела, мне понравилось, я теперь тренер на одном из курсов. Я пошла в театр. Я всегда считала, что театр импровизации это просто самодеятельность. И теперь я актриса театра импровизации. Ищите те моменты, которые вы не понимаете и пробуйте, тогда вам станет ясно, это ваше или не ваше. Возвращайте себе вкус жизни. И тогда мы увидим, как далеко ваша зависть может вас завести. И тогда, возможно, в следующий раз, когда вас спросят, завидовали вы сегодня или нет, вам будет не стыдно сказать, завидовал хотя бы самому себе. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за такой классный психологический доклад. Это прям было супер. Я хочу еще одни аплодисменты. Давайте, друзья. Если я правильно поняла, то кажется, что зависть это некая такая энергия, которую ты дальше тратишь. Кажется, что звучит как мотивация. И, насколько я знаю, мотивация в целом делится на два. Типа это условно морковка спереди и сзади. То бишь, это мотивация достижения и мотивация избегания. Как ты считаешь, зависть это вот какой тип мотивации? На мой взгляд, это зависть достижений. Просто мы не всегда ловим себя в тот момент, когда мы видим желаемое и нам хочется вот этот импульс поймать и двигаться вперед. Но это однозначно движение вперед. Говорят же психологи, что мотивация достижения это здоровая мотивация. То есть получается, что зависть это классный здоровый мотиватор. Правильно я понимаю? Любая мотивация классная, если она работает и приводит тебя к цели. Ну, я бы, конечно, поспорил, но бог с ним. Друзья, будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за доклад. Вопрос. Я с очень большим количеством тут согласен и хотел бы использовать это в своей жизни. Уже использую некоторые из фреймворков. я теряю вот этот запал, я увидел, позавидовал, что-то там, разложил какой-то путь и забыл. Вот, может быть, есть какой-то лайфхак по тому, чтобы не забывать это, чтобы это драйвило тебя и завтра, и послезавтра, а не только пять минут? Я бы здесь попробовала начать анализировать, а действительно ли ты ставишь те цели, которые истинно желаешь. То есть, иногда мы завидуем предмету, точнее, нам кажется, что мы завидуем предмету, но мы можем завидовать, например, состоянию человека, в котором он находится. и мы, пытаясь добиться этого предмета, теряем энергию, просто потому, что не предмет нам интересен. Нам показалось, что это нам хочется, но на самом деле хочется чего-то другого. Я бы поискала в эту сторону, потому что не всегда мы сразу понимаем, ага, вот здесь моя ценность, ага, вот этого я действительно хочу. Мы вообще в очень таком дисконнекте со своим телом, с понятием того, что нам нужно. Поэтому это первое, на что бы я обратила внимание. А второе, если учитывать, что зависть дает нам импульс, то это всегда начало. Дальше это уже работа с планированием и с тем, как двигаться к цели. Вот это второй момент. Окей, спасибо. Спасибо за вопрос. Передаем дальше. Юлия, привет. Отличное выступление. Спасибо. Я Ашот. Я на самом деле много работаю в последнее время с энергиями различными. И вот ты зацепилась за зависть. Это такая штука, такая якорная, большая, от которой можно дальше плясать. Но, знаешь, вот я вот весь твой посыл, это больше люди ходить и психотерапевтам. Да, это один из посылов. Осознайте себя и дальше, собственно, учитывая, какая тебя энергия больше наполняет и как раз-таки нужный вектор тебя заправляет, туда и как бы лети. У меня на самом деле есть два вопроса. Первый. Интересно, вот, когда ты это осознала и цепанулась за зависть, может быть, не только зависть, и через какой промежуток времени какому-то результату пришла, я услышал два факта, которые уже как бы есть, но в любом случае интересно как бы про метрику, что изменилось, да? И второе, на твой взгляд, помимо зависти, какие есть еще энергии, через которые можно зацепиться и дальше, собственно, распаковаться. Потому что у каждого она, честно, вообще абсолютно разная. Я, например, очень люблю людям помогать. Меня это прям вот заряжает, и можно, ну, заставку поменять у себя на телефоне, каждое утро просыпаться, помоги кому-нибудь сегодня. И помогать можно и в работе, можно и деньгами, можно и благотворительностью заниматься. Ну, то есть в каждом действии. Спасибо. Спасибо за вопросы. Начну с первого. Когда я поняла, что у меня есть проблема, а это было очевидно, да? Человек, который ничего не хочет, у него есть проблема. Я буквально зацепилась за идею пробовать всякое разное. Ну, вот как Джим Керри, да? Всегда говорит, да. Я начала ходить туда, куда никогда не ходила. Вот. Чего я никогда не делала, с кем я никогда не общалась. Я проявила такой вот ум новичка. Представляла, что у меня нет никаких социальных установок и убеждений, что плохо, а что хорошо, и просто начала чувствовать. Это вернуло мне контакт со своим телом. То есть, когда ты чувствуешь, что ты делаешь что-то правильное или приятное тебе, вот это ощущение в теле непередаваемое, да, это какая-то вот внутренняя энергия и расслабление одновременно. у меня на все про все ушло чуть больше года. Это все мои разные попытки почувствовать себя и вернуть себе какие-то желания. И это как раз тот момент, когда я сменила вектор в карьере. То есть, я отцепилась от HR и пошла больше в обучение. Да, это то, что мне откликнулось. И это те мои вот всякие попытки найти себя в театре, найти себя еще где-то. То есть, больше года, по сути. Сейчас я уже, по крайней мере, знаю, что мое, что не мое. Но я продолжаю экспериментировать. Это первое. А второе про энергии. Да, энергию можно черпать откуда угодно. Но почему я говорю о зависти, почему эта тема так меня воодушевляет саму? Потому что это то, что есть у нас у всех. Эмоции — это то, от чего мы не можем отказаться. Это рождается в нас, не спрашивая нас. И если это в нас есть, глупо это не исправить. Давайте научимся, а как это трансформировать. Также, например, чуть раньше я научилась обращаться с гневом. То есть, казалось бы, такая социально неодобряемая неприятная история, но дает нам такой посыл к действию, что там где-то зависть может даже позавидовать энергии, агрессии. Ответила на вопрос? Спасибо. Спасибо за вопросы, друзья. Давайте еще раз похлопаем. Спасибо, Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова